МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. В Онежском озере, похоже, исчез лосось. В Карелорыпводе ситуацию называют катастрофической. В этом году отловить удалось всего 9 рыбин, 3 самок и 6 самцов. Икры просто недостаточно, чтобы вырастить новых мальков. В начале века усилиями ученых и рыбоводов Онежского лосося удалось вывести из Красной книги. Однако сейчас рыба возвращается в список исчезающих видов. Добывая за раз по нескольку десятков рыб, местные и приезжие рыбаки не оставили лосось у шансов на выживание. Сотрудники Карелорыпвода уверены, запреты здесь не помогут. По их словам, нужно просто вернуться к старой системе, когда рыбное хозяйство контролировалось государством. Специалисты следили за поголовьем рыбы, ее разведением боролись с браконьерами. Определяли места, где можно ставить сети, а где нет. Однако после принятия целого ряда законов, система рухнула. Рыбной отраслью теперь занимаются сразу несколько структур и порой только мешают друг другу. Осталась только лишь часть очень урезанной рыбоохраны, очень слабая, потерявшая флот, потерявшая возможность реально влиять на ситуацию на водоеме. Что для этого нужно сделать? В первую очередь необходимо принятие правовых решений, направленных на возврат государства к управлению водоемом. Рыб разделили на местные и федеральные, ну и получается дивная дива. Федеральных рыб охраняет в одном водоеме федеральная инспекция, а местных рыб должна охранять местная инспекция. Уже это вызывает, в общем-то, смех и даже слезы. В результате, где хозяин? Нет хозяина на водоеме. Закон сохранения. Если где-то убыло, то, соответственно, где-то прибыло. Лосося нет, форель есть. На этой неделе в Петрозаводске обсудят, как развивать товарное производство рыбы. Семинар соберет группа ведущих норвежских компаний. В Северной Европе внимательно следят за развитием товарного рыбоводства в России, в Карелии в частности, и отмечают факт стремительного роста в последние годы объемов выращивания радужной форели. Иностранные гости будут представлены делегацией из семи компаний, работающих в различных направлениях аквакультуры. От инкубации икры до производства перерабатывающего оборудования. С российской стороны руководители рыбоводных хозяйств, ученые, специалисты по воспроизводству. У потенциальных партнеров есть практический интерес в установлении деловых отношений. Кстати, интерес к карельской рыбе проявляют не только в Северной, но и в Восточной Европе. На недавней встрече в Минске батька Лукашенко предложил наладить прямые поставки рыбы, выращенные в Карелии и в Беларуси. Карелия обладает развитым рыбохозяйственным комплексом. Здесь мы видим неплохую перспективу взаимовыгодного сотрудничества. Глава Карелии Александр Худиланин эту идею поддержал. Сегодня 70% форели, выращенные в Российской Федерации, это форели, выращенные в Карелии. Карелия обладает уникальными природными богатствами. Это 60 тысяч озер, это 27 тысяч рек. Сегодня 52 хозяйства выращивают без малого 22 тысячи тонн форели. Через три года мы выйдем на 30 тысяч тонн. Сегодня есть конкретные инвестиционные проекты по выходу на эти цифры. В Костомукше прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В год 30-летия города Горняков, построенного в результате сотрудничества двух государств СССР и Финляндии, сенаторы обсудили проблемы приграничных территорий и пришли к выводу о необходимости принятия закона об основах приграничного сотрудничества. В заседании принял участие и делегат от Карельского парламента, депутат Вадим Андронов, автор нескольких законодательных инициатив по развитию приграничных территорий. По его мнению, приграничное сотрудничество принесет карельской экономике ощутимую пользу. Если граница закрыта, то приграничные территории становятся периферией с присущими периферии дегенерационными процессами. И наоборот, если граница открыта и сотрудничество с соседними, особенно если это экономически развитые территории, осуществляется активно, то тогда и наблюдается оздоровление во всех сферах деятельности, экономики территорий. Международные связи, как правило, осложняются серьезной бюрократической волокитой. Затягивание в решении вопросов снижает деловую активность, замедляет экономические процессы, наносит вред развитию территории. Решения же на местах принимаются более быстро и точно, что положительно сказывается на экономике. Необходимо приблизить полномочия к местам их применения. Вот это второе правило, на котором я тоже настаиваю. Нам, так образно говоря, лучше известно, когда нам собирать мороженое. Кроме того, Вадим Андронов предложил установить безвизовый режим для тех, кто живет на приграничной территории и часто выезжает в соседнее государство на короткие сроки. По мнению депутата, необходимо дорабатывать и принимать закон, определяющий основы приграничного сотрудничества. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем наш выпуск. Председатель Верховного суда Карелии Борис Таратунин отметил свой 70-летний юбилей. За 40 лет судейской карьеры он прошел путь от рядового заседателя до руководителя высшего судебного органа республики. Заслуженного юриста России поздравил Александр Лычагин. Борис Константинович Таратунин отметил сразу два юбилея – свое 70-летие и 40-летие своего служения эфемиде в судах республики. Он работает с 1973 года. К слову, изначально о карьере судьи юбиляр даже не помышлял. После школы решил поступать на исторический факультет ПетрГУ, однако не прошел по конкурсу. Закончил профтехучилище, работал на производстве и только потом поступил в Ленинград на юридический. С тех пор юриспруденция стала его судьбой. И начинали мы работать, когда судьи в районах особенно сидели в судебном заседании, в рукавицах и валенках. А в лоухе так и вообще сидит судья и ноги в печке. Были такие условия. Это я все помню. В 87-м Борис Таратунин возглавил Верховный суд республики. Принимая дела от своего предшественника, на одном из складов он обнаружил дореволюционную мебель, которая когда-то использовалась в залах судебных заседаний. Дубовые стулья, скамьи, кафедры и конторки уже готовились к отправке на свалку. Однако новый судья решил отреставрировать и сохранить наследие прошлого. Годы спустя для Верховного суда было выстроено современное здание. Да и российская эфемида заметно изменилась. Однако старинная мебель до сих пор украшает один из судебных залов. По мнению юбиляра, это не что иное, как символ. Суть и смысл профессии судьи должна быть неизменной всегда. Мною рассмотрено тысячи дел различных и гражданских, и уголовных. И ведь важно видеть за этими всеми бумагами человека. Это судейское кредо Борис Таратунин передал и своим ученикам. Он даже успел подготовить себе преемницу. Однако ее кандидатуру на должность Верховного судьи не утвердила президентская комиссия. Как пишут карельские СМИ, причиной стали разногласия с региональными властями, которые хотят видеть на этой должности своего кандидата. К слову, поздравить юбиляра никто из чиновников карельского правительства так и не пришел. Хотелось передать в надежные руки все это, но, к сожалению, не получилось. Это мне обидно. 30 ноября Борис Таратунин оставит свою должность и уйдет на заслуженный отдых. На вопрос о планах он ответил, что очень любит читать. Однако из-за напряженного ритма судейской работы ему приходилось довольствоваться в основном томами судебных дел, нормативно-правовыми актами и прессой. На художественную литературу времени катастрофически не хватало. А справедливость, по мнению судьи, должна восторжествовать и здесь. Александр Лычагин, Максим Шумейко, телеканал Ника+. Вы смотрели новости телеканала Ника+. Ищите их и в интернете по адресу nikodefismedia.ru В студии с вами был Дмитрий Николаев. Всего доброго. До свидания. Читайте в свежем номере газеты ТВР Панорама. Бюджет не выживания, а доживания. На что хватит средств в карельской казне в следующем году. Как правильно питаться, чтобы избежать язвы. Андрей Малахов стал участником удивительной истории жительницы Ладвы. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты ТВР Панорама. ТВР Панорама